Детский фестиваль ремесел, конкурс резных заборов и соревнования национальных кухонь. Сегодня стало известно о новинках третьего международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел», который пройдет в областной столице в конце июня. Пресс-конференцию провели организаторы фестиваля, члены жюри и глава города Евгений Шулепов, по решению которого фестиваль впервые состоялся в 2014 году. О том, что ждет гостей и участников «Голос ремесел» 2016, расскажет Егор Канавин. Это ремесло от качества. Я выполняю пояс на дощечках. В дощечке четыре отверстия. В каждую вставляются шерстяные или льняные нити. Переплетаясь между собой, они создают разнообразные узоры. Это древнейшее русское ремесло воспитанница школы традиционной народной культуры Маша Акимова собирается представить на детском фестивале народных промыслов «Ремесло-начало». Он пройдет в Вологде впервые и станет одним из знаковых событий «Голос ремесел» 2016, рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы фестиваля. Еще одна новинка – уникальный конкурс резных заборов. Известно, что Вологда славится резными заборами. И мы хотим сделать такой интересный конкурс, где каждый, кто занимается столярным делом, захочет принять в нем участие и представит один метр погоны этого забора. И все жители смогут пройти и проголосовать за лучший вологодский деревянный забор. Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел» пройдет с 23 по 26 июня. Для участников подготовлено 7 конкурсных программ – женские ремесла, резьба по дереву и плетение, валенки и валеные изделия, роспись по дереву и бересте, кузнецы, художественная ковка, изделия из металла, гончарное дело и забытые ремесла. Впервые пройдет конкурс проектов «Замысел», показывающий, как древние ремесла используются в современной жизни. А вологодские кулинары удивят блюдами национальных кухонь. На соревнованиях поваров посидим-поедим. Наше основное направление – это показать восточные блюда, именно узбекские. Такое основное блюдо будет, как плов, который многие знают. Его все смогут попробовать, кусить, так сказать, восток. Конкурсантов ждут денежные призы и памятные подарки. Обладатели Гран-при фестиваля, как и в прошлом году, получат специальный приз – 100 тысяч рублей, учрежденный главой города Евгением Шулеповым. Ожидается, что в этот раз «Голос ремесел» соберет более тысячи мастеров из городов России и зарубежья. Уже подтвердили участие ремесленники из Франции, Финляндии и Белоруссии. Вологда превратится в город мастеров уже в третий раз и снова докажет – народный промысел не забыт. Надо вспомнить, как жили наши деды и прадеды. И не только вспомнить, а вернуть это все в нашу жизнь. Это ее сделает гораздо интереснее, гораздо наполненнее. Оптимизма внесет и радости в нашу жизнь. И самое главное – это передать надо нашим детям. Нам самим-то надо научиться этому, и детям надо передать. Вот наша задача с вами. Поэтому фестиваль включит и мастер-классы, презентации, выставки, будет организована игровая и познавательная программа для детей. А под стенами Кремля вновь развернется ремесленный посад. Во главе угла этого фестиваля стоит именно человек-ремесленник, человек-мастер своего дела. Каждый год ищет что-то новенькое, показать себя в чем-то новом, в искусстве изящности, в искусстве форм, красок. Это и есть развитие народных промыслов. Это очень важно, и мы очень любим этот фестиваль. Еще одна важная составляющая фестиваля – музыкальная. Своим талантом участников и гостей «Голос и ремесел» порадуют творческие коллективы из Вологды и других городов России. Ну а изюминкой станет выступление знаменитых бурановских бабушек, занявших второе место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Егор Ганавин, Михаил Прищев, Вологда Портал.